итак друзья мои поездка проходит просто блестяще вот только сейчас я включаю ночную иллюминацию собственно говоря за час до приезда на свою исследовательскую станцию на дачу все за все это все конечно благодаря платной дороге который раз повторяю что по большому счету в ней единственный главный недостаток это то что она слишком дорогая с 5 тысяч за проезд москва-казань это я считаю перебор но в общем что ребята вот благодаря ей я сейчас еду что еще следло что в общем то я конечно не настолько прямо устал можно сказать что в принципе не очень сильно устал конечно по старой классической м7 я бы во первых сейчас там пробки жесточайшие там сначала показывал вообще 17 часов ехать потом 13 что-то мне как-то это не понравилось решил я ребята вот облегчить себе жизнь пока тем более что никто не знает что будет завтра сегодня я свою участь облегчил что потом непонятно вообще ни хера непонятно что будет ничего не понятно ребятки и поэтому ладно сейчас часть денег мне за этот заплату дорогу скомпенсирует по это все уже говорил слушал как всегда рок-н-ролльщик аудиокнигу свою про древний рим святония кое-что вроде путного сказал на видео думал ехал думал про то как построить стратегию своей жизни и в очередной раз как говорится убедился что правду знаю только я один и ситуацию знаю целиком тоже только я один вот но к сожалению вот к сожалению вот повторяя я про это много раз говорил это вот я считаю единственный показатель взрослости то что нет ни единого человека которому ты мог бы рассказать про себя все то есть каждому вот с тем с кем с кем я общаюсь с людей да каждому из них я рассказывал по себя какую-то часть маме я рассказываю многое но не все и друзьям тоже как-то вот вот никому не могу рассказать все потому что если я расскажу все то ну включится какие-то механизмы которые мне в итоге повредят вот так то есть мне это невыгодно скажем так с одной стороны мне это невыгодно с другой стороны это ну хуже я себе сделал этим короче говоря вот осознание что в принципе я это единственный мой самый близкий друг единственный человек который меня не ни за что ни при каких условиях не предаст это я сам первую очередь конечно родители тоже родители на той родители что они пекутся с точки зрения так скажем так скажем каких-то простых базовых вещей традиционно как и во все века с родителями творческие вопросы обсуждаются довольно трудно потому что для родителей главное чтобы ты стоял на ногах а творчество это это совершенно я тут согласен что творчество какие-либо вот эти метафизические изыскания там каналы скрипки это все понятно что может дать доход и очень хороший доход но это все очень сильно попахивает нищетой поэтому вот вот так сейчас посмотрим сейчас как я уже говорил я собираюсь на месяц зарядить скрипку а до этого момента надо будет записать интервью с максимом и доредактировать то интервью которое у меня уже есть и в общем в общем вот так вот это я не понимаю что вот начинает сразу моргать ты сразу начинает садиться на хвост вот это я считаю знаешь я тут возвращаю к фильму шоссе в никуда вот там лучше всего показано как нужно поступать с теми кто садится на хвост шоссе в никуда посмотри фильм дэвида линча